всем привет кто заглянул на мой канал сегодня у меня такое спонтанное видео у меня пятница вечер так получилось что я дома совершенно одна с киской которая норовит мне тут испортить мое освещение и очень сильно всем интересуется в общем хотелось немножечко сменить локацию и хотелось с вами ножка поболтать о ароматиках я тут скажем так одна дома вечерую в общем накрасилась уютненько приоделась и решила заснять для вас видосик собственно говоря один аромат у меня уже открытый я вам еще не показывала меня эскада черри in japan называется ну конечно как рано или поздно я должна была наверное его прикупить потому что это же черри вот и вишню я очень люблю и еще мне один ароматик будет от кати перри но он еще у меня закрытый так я много раз рассказывал что я все время в поиске каких-то вишневых ароматов постоянно просматриваю про грантику и так далее весь youtube пересмотрела наверное если набрать вишневые ароматы я пересмотрела наверное все ролики которые только есть я знаю самые дорогие которые самые крутые я знаю более бюджетная все пересмотрела и все знаю опять-таки скоро у меня тоже будет видео о вишневых ароматах у меня уже одно было той зимой но будет более обновленная прибавилось в общем-то у меня ароматов в коллекции и в общем-то заказала я эскаду вишня в японии на натина была очень хорошая цена 17 евро за 50 миллилитров но это не дорого я считаю сейчас это очень даже недорого вот такой красивый флакончик эскадовский вишенки нарисованы очень многие сравнивают его че черри ин де эр да как там назывался по моему да и говорят что эскады перевыпустили тот перевыпустили тот аромат потому что он многим нравился и бла-бла-бла и все такое хочу сразу сказать что вишни здесь не заявлено в нотах поэтому возможно то что я сейчас буду очень сильно к нему придираться это тоже такое моего знаете какая-то моя внутренняя вредность возможно но опять-таки я покупала его вслепую и полагалась я на отзывы на фрагрантики уже не в первый раз убеждаюсь что правильно люди говорят некоторые умные что фрагрантик это не последняя инстанция для выбора ароматов вслепую потому что ну как-то часто там в основном положительные комментарии не всегда не всегда но бывает и в общем то про этот аромат там девчонки пишут что это варенье вишневое что это очень вкусно что вишня 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 что аромат похож на предыдущие которые а если прочитать отзывы про предыдущие то вообще один из лучших вишневых вишневых ароматов был короче что разглагольствовать аромат меня разочаровал плане том что это аромат не про вишню это аромат про вишневый цвет он вкусный он я не скажу что это компот я вообще не понимаю когда называют компот компот наверное то что-то очень типа легкое такое это так и есть но для меня компот пахнет очень вкусно например если вишневый компот то не знаю мне кажется прям вот найти идеально вишневый компот тоже довольно сложно приятные весенние свеже сладкий ароматик но конечно здесь вишни я не чувствую никакой не вяленый необычный не черешни не кислый вообще не могу разобрать если честно прямо сильно как-то на ноты и но здесь немного вообще аромат у нас цветочный свежий ванильный белые цветы здесь амбровый даже фруктовый и сладкий но не знаю может быть слушать ему надо постоять и у меня обычно так бывает что первое впечатление у меня обычно такие строгие вот если сразу не понравился я готова всем сразу рассказать что аромат мне не очень понравился вообще я не очень люблю когда все свои ароматы вот прям каждый в коллекции люди любят и люди его хвалят я тоже стараюсь разнашивать какие-то которые с которыми я не дружу но не могу прямо каждый аромат нахваливать выпущен двадцать первом году и здесь у нас цветок вишни и жасмин и бобы танка почему они пишут что он какой-то амбровый либо половину нот не написали я не знаю здесь всего лишь три ноты бело цветочный жасмин ну да ну в общем очень вкусный скорее цветочный действительно для меня аромат действительно цветок вишни приятно все это так очень химозненько буду его еще конечно же разнашивать девчонки может быть он вообще настоится за полгодика и превратится в какой-то супер супер вишневый может быть я услышу какое-то варенье в нем не знаю я хотела вам показать аромат который я не так давно показывала и никогда не думала что он будет так часто мелькать в моих видео в общем аромат вишневый цвет юдив или юдив я не знаю я не покупала мне достался подарочек это по моему российский бренд мне ничего даже здесь не написано мне даже коробочки нет называется вишневый цвет девчонки кто ищет эскаду кто нет никто ищет а кто хочет эскаду попробуйте сначала вот этот вот купите если у вас где-то в россии лайках продается я думаю очень бюджетно стоит попробуйте его потестируйте или просто купите там я не знаю сколько он стоит это она вот это клон это супер бюджетный клон вот этому аромату я сравнивала вот этот аромат с вот этим вот от ральф лоран который big pony 2 которые якобы на тему клюквы знаете сейчас я поняла потом уже когда у меня появился вот этот что это вот она возможно они пытались даже сделать хотя этот наверное вышел даже позже кто кого клонирует да в общем вообще просто один в один ароматы я не знаю от начала до конца просто вот клон не знаю не слышу даже никаких различий вот может быть у меня какой-то не тот нос может быть ему нужно постоять я конечно же дам ему такую возможность возможно 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 это все что я могу принципе сказать про это вот такое небольшое вам открытица не не знаю продается ли еще этот вишневый цвет загуглите вполне себе одно взаимозаменяемо собственно зачем переплачивать тем более если этот не достать и вообще искады тоже сейчас цены конечно же задрали на фоне вот этих ароматов я поняла что big pony как только я сажусь снимать моя кошка идет копать и делать все свои дела это просто как вот как закон и так на фоне вот этих ароматов да они вкусненькие они ягодные они компотненькие очень похожи разница в цене колоссальная на фоне этих ароматов учитывая что не немножечко все таки так химозят я поняла что вот этот big pony то 2 даже менее химозный чем чем вот эти поэтому все познается в сравнении также буду тоже отстаивать этот возможно когда-нибудь терпкая хрустящая клюква здесь тоже появится и давайте про эскаду рассказала вам хочу с вами еще аромат открыть уже совершенно такие не новый даже сейчас скажу нет подсказка виде планшета стоит уже в 2013 году и слышала про него и многим он не нравится кто-то даже его избавляется от него в своей коллекции в общем это кэти перри аромат называется killer queen и что-то я тут подписана на одну блогершу девушку американскую и она рассказывала про ароматы селебрити которые вот ну типа топ 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 из всех за многие года и это было в ее топе открываю вместе с вами флакон очень мега легкий потому что у меня 30 . здесь должен быть красивый флакончик виде для чего как назвать сосульки что ли думаю что он малюсенький сейчас вообще крохотулечка крохотулечка в такое какой-то пластмасске это некрасивую штуку но красивый флакончик не нравится я специально не хотела большой флакон хотя большой конечно же более внушительный и симпатичный хотя это тоже прямо милашка 30 . просто на сайте был за 9 чем-то евро ну не знаю в общем захотелось и знаете уже когда я уже купила как-то я так ну я почитала комментарии там и хвалят и все когда я уже купила я там увидела что слове есть бель его сравнивать в общем не знаю опять таки если сейчас я буду его ругать то девчонки просто это мой канал каких-то последнее время не самых удачных слепых покупок в общем то возможно когда-то придет это что нужно прекращать первый раз я буду его пробовать давайте да это в эту стезю это лави с бель опять ну ё-моё кто-то здесь какую-то вишню тоже слышит я не знаю вообще не заверить этим комментариям отзывы на фрагрантики я не знаю но это первое впечатление у меня они бывают вообще если честно вот смотря на все мои ароматы которые вот я очень сильно люблю они мне нравятся все с первого раза вот если с первого раза вот мне что-то не понравилось редко пока что у меня такое что я потом как-то перевлюбляюсь но может быть очень мало времени еще прошло на его увлечение парфюмерии конечно мне не настолько еще изменились вкусы и я там фруктовый сладкий древесный пачулиевый цветочный лактонный даже он есть теплый пряный ореховый цитрусовый мускусный не знаю не знаю что из этого я понимаю лесные ягоды слива бергамот пронжи пани жасмин самбак с лазель с лозе не на пролине пачули кашмиран но он такой ничего в принципе но просто мне вот сразу как только увидел сравнение лави эстбель и вот этот вот zara который меня ред ванила да по моему вот это это она это все то же самое спросите ли вы не надоело ли мне заказывать слепую нет не надоело я буду его разнашивать я его положу в сторонку у меня полежит возможно все это все это все это мне очень нравится что у меня есть коллекцию такую классную конечно неудобно хранить ну как вы никуда и не поставишь вот так только если положить куда-то на полочку это лишь бы куда-нибудь не упал не укатился и не разбился ну лесные ягоды не знаю мне кажется если есть какой-то пролине я его сразу еще очень сладко очень это приторная сладость здесь есть слива ничего не чувствую даже жасмин самбак не ощущаю возможно конечно возможно конечно ему надо опять-таки полежать в общем такие были девчонки мои новые ароматы не знаю полезно ли вам такое может быть я вас уберегаю от каких-то таких покупок напишите мне какой-то свой любимый аромат ягодные не знаю может быть я тоже его попробую расскажу вам стоит или не стоит покупать бюджетный люблю бюджетные парфюмерии ничего подделать не могу если честно даже поняла что бюджетным ароматом когда я нахожу какие-то супер ароматы я радуюсь больше чем каким-то дорогим ароматом вот как это происходит со мной я не знаю я не списываю не говорю что это фу-фу-фу это очень многим понравится если вы любите вот такую сладость к плаве с белью zara red ванила за 10 евро 30 очка в красивом флакончике начинает немножко кстати расходиться а я же не прочитала какой-то ореховый или я сказала вам не знаю ну да ореховый возможно это вот эта ореховость она такая еще но она специфическая как также как и миндальность да поэтому в общем это были такие первые впечатления будем дальше думать будем брать в недельки разнашивать буду вам все рассказывать сегодня у меня все буду дальше проводить как свою пятницу и спасибо большое что побыли со мной сколько-то мне наснимала минут 15 и всем пока пока пока